Моя, прошу, помоги мне посчитать денежки, а то глаза-то совсем не видят. Да, конечно, давайте посчитаю. Так, тут ровно 500 тенге, держите. Ой, спасибо тебе большое, будь счастлива, благослови тебя Бог. Да, пожалуйста, до свидания. Мам, я дома. Как прошел учебный день? Да, все прошло отлично. Кстати, я сегодня помогла одной бабушке посчитать монеты. У нее, кажется, проблемы со зрением, мне стало ее жалко. Молодец какая, правильно, надо старшим помогать. Ай, что, что случилось? Да ничего, у меня внезапно сердце начало так болеть, прям больно. Что, что случилось? Да ничего, у меня внезапно сердце начало так болеть, прям больно. Сердце заболело? Странно, он у тебя никогда не болел. С чего это вдруг? Ну-ка. Зире, да у тебя все волосы в седине. Что это такое? Седина? Действительно. Странно, раньше его не было. Да, я раньше тоже их у тебя не видела. Странно. Да, доченька, что случилось? У меня ни с того ни с сего выпало четыре зуба. Зубы выпали? Но они ведь у тебя не болели, все ведь было нормально. С чего это? Да я не знаю, я просто решила поесть яблоко, как я обычно. И смотрю, они у меня выпали. Я сама не поняла в толку, чем дело. Зире, я думаю, это повод насторожиться. У тебя посидели волосы, у тебя выпадают зубы и боль в сердце. Это, по-моему, какая-то болезнь. Да, с моим телом реально что-то происходит. У меня болят все мои мышцы. Мне сейчас очень сложно двигаться. Я как будто какая-то неживая. Я не знаю, что происходит. Может, сходим завтра в больницу? Проверимся. Сдадим анализы. Да, мам, давай уже сходим в больницу. Так, все понятно. Зире, можешь, пожалуйста, нас оставить со своей мамой. Нам нужно поговорить о взрослом. Окей. До свидания. Да, доктор, у моей дочери что-то серьезное? Анализы у вашей дочери не очень радостные. В общем сказать, мы взяли анализы крови, общие анализы организма у вашей дочери, но я даже не знаю, как это вам сказать. Что вы имеете в виду? Прошу, не молчите, говорите уже. Боли в сердце, седина волос, боли в мышцах и выпадение зубов. Это не просто так. Ну, это я поняла, но почему это происходит с ней? Организм вашей дочери очень сильно постарел буквально за пару дней. Чего? Вы шутите? Честно, я и сама не знаю, что сказать. Такое впервые в моей практике, чтобы организм 16-летней девочки буквально проживает организм старого человека. Анализы показывают, что ей по факту 80 лет, хотя такого быть не может. Но вы же сможете ей помочь, правда? Мы ведь ей поможем. Я заплачу сколько угодно. Я, извините, но наша медицина, к сожалению, не знает, чем помочь вашей дочери, так как мы ранее не сталкивались с такой проблемой. Если по ее организму ей 80 лет, то ей осталось жить немного. Не может быть, с моей дочерью этого случиться не может. Ну, почему, почему? Может быть, это сглаз? Точно, ее кто-то сглазил. Но ведь у меня такая идея, она ее кто-то сглазил. Подожди, у меня был номер одной гадалки. Она помогала в таких вопросах. Да, она, она нам точно поможет. Она поможет вылечить мою дочь, точно. Зелия, милая, одевайся. Мы с тобой сейчас кое-куда поедем. Куда? Ты узнаешь на месте. Давай, одевайся. Ну-ка, дитя, дай свою руку. Кажется, я знаю, в чем дело. Врач был прав. Ее организм действительно проживает организм старого человека. Но почему? Она ведь никогда в своей жизни никому не делала зла. Почему именно она? Такое часто бывает, когда накладывают порчу, сглаз или что-то наподобие такого. Это может передаться через вещи, через взгляд, через прикосновения, либо через монеты. Монеты? Подождите, я несколько дней назад помогала в парке бабушке посчитать монеты. Это могло бы быть причиной тому? Девочка, ты что натворила? Обычно раньше старые ведьмы, бабушки, они накладывали колдовство и передавали это колдовство через монеты молодым девушкам, тем самым забирали их молодость. Теперь та бабушка, которая передала тебе монеты, она проживает твою молодость, а ты ее старость. Но мы ведь сможем ей помочь, правда? Мы сможем снять это заклятие, или как это называется? К сожалению, уже слишком поздно, это никак не исправить. Алло, здравствуйте. Я хочу сообщить о том, что моя дочь пропала. Так, то есть вы утверждаете то, что ваша дочь Анара не возвращалась домой уже третий день? Да, да, все верно. Прошу, прошу, снять дети мою дочь, я вас умоляю. А есть какие-нибудь подозреваемые, с кем она вышла, куда она ушла, с кем она созванивалась? Вообще-то да, она говорила, что она пойдет на встречу со своей подругой. Они должны были пойти в кино. Подруга, ага, у вас есть ее адрес? Да-да, я знаю ее адрес и номер телефона. Хорошо, тогда сейчас же мы поедем к ней, чтобы ее допросить. Не переживайте, мы сделаем все, чтобы найти вашу дочь. Да, я тоже так понимаю. Подожди, ко мне кто-то пришел, я тебе перезвоню. Здравствуйте, а вы кому? Здравствуйте, я офицер полиции. Вы в курсе, что ваша близкая подруга Анара пропала в безднести? И вы как раз считаетесь подозреваемым, так как есть свидетели, которые говорят, что в четверг вечером вы были с ней. Я подозреваемая? Вы, кажется, что-то путаете. Я с ней не виделась больше недели. Знаете, говорить можно все, что угодно. У вас есть алиби, который подтверждает, что в четверг вечером вас не было с ней рядом? В четверг? Да, у меня есть алиби. Я с 6 до 12 вечера была на концерте. Да, вот, посмотрите сами, во сколько никогда были сделаны эти фото. Действительно. Извините. Но, походу, мне наврали. Хорошо, пожалуйста, если будут новости о ней, сообщите, я буду переживать. Ну что, комиссар, вы нашли, вы допросили ее подругу. Она знает, где моя дочь. Вчера ночью я поехала к подруге вашей дочери. Но она утверждает, что ее не было с вашей дочерью. Получается, она мне наврала, я так и знала. Дело в том, что ее уже на протяжении месяца какой-то парень на машине всегда забирает и привозит со школы. Она мне начала часто врать, что собирается видеться с подругами, а в итоге гуляет с этим парнем. Вполне возможно, у вас есть уже подозреваемые, с кем она могла пойти гулять, какой парень, как его зовут. К сожалению, я не знаю ни его имени и не запомнила марку его машины. Вот глупая башка. Хорошо, мы сегодня просмотрим камеры слежения вашего подъезда. Если ее забирали на машине, то мы это узнаем, не волнуйтесь. Прошу вас, сделайте все возможное, чтобы найти мою дочь. Здравствуйте, я комиссар полиции. У меня есть основания просмотреть ваши видеозаписи. Мне нужна запись с четверга. Да, да, конечно, пожалуйста. Подождите, я не поняла. В вашем компьютере есть все записи, но именно запись в восьми вечера у вас отсутствует. Почему? Да, Лене, я честно не знаю. Я сегодня только вышел на свою смену. Я не знаю. Я говорю честно. Кто-то явно заметает следы. Кто ты, кто? Вы меня позвали, вы нашли мою дочь. Здравствуйте, присаживайтесь. Дело в том, что теперь официально ваша дочь считается похищенной. Похищение? Прошу, успокойтесь. В общем, кто-то заметает следы, улики о пропаже вашей дочери. Есть подозрение, что она была убита. Но вы, кажется, были правы. Возможно, этот ее ухажер ее и убил, потому что, как вы говорили, в тот вечер он мог ее забрать с дома. Но камеры слежения вашей квартиры почему-то были удалены именно в этот день. Поэтому, я думаю, у него были связи, и он удалил эти записи. Я так и знала. Это он. Это точно он. Он точно в этом причастен. Не волнуйтесь, сегодня я спрошу ваших соседей, может, кто видел, кто ее забирал. Может, они помнят марку машины. Не волнуйтесь, мы найдем этого преступника. Извините, мэм, вы проживаете в этой квартире? Здравствуйте, да, я живу в этой квартире. А что такое? Вы забираете вашу соседку Анара. Ей примерно 16 лет. Вы не знаете, с кем она встречалась? Был ли у нее парень? Может, кто-то ее забирал возле дома? Анара? Нет. Я вообще, в принципе, не припомню за всю свою жизнь, чтобы у нее когда-нибудь были парни. Она ведь такая, ну, закрытая, знаете, зубрила такая. Да и к тому же, с такой матерью, навряд ли у нее будет парень. В смысле, а что с ее матерью? Да она же настоящий тиран. Она постоянно избивает эту бедную Анаручку. Не подумайте, что я сплетница, но... Она бедную девочку и так, и сяк. Я даже помню, что несколько дней назад, по-моему, это было в четверг, да, в четверг, она ее настолько сильно избила, что я даже не могла уснуть от ее криков. Подождите, четверг? Вы уверены, это четверг? Да, я уверена. Я, конечно, самая бабулька, но... Вспомните, у меня все в порядке. Я помню, что в четверг, примерно в десять вечера, я не могла уснуть из-за ее криков. Да, вы меня звали. Есть какие-нибудь вести о моей дочери? Вы нашли какие-то заседки? Да, в общем, мы нашли винов два. Этот парень сознался в том, что он похитил и убил вашу дочь. Скажите, вы сможете его опознать? Да, это он. Я уверена. Я припоминаю его. Вы уверены? Вы его не путаете ни с кем? Да, я уверена, это он. Это он украл, похитил мою дочь. Прошу, арестуйте его. Что случилось? Почему вы смеетесь? Дело в том, что это мой ассистент-помощник. И он никогда не сознавался в том, что украл вашу дочь. Я его просто попросила об этом, а вы сразу же согласились. Что? Я знаю, что это вы избили до смерти свою дочь. И ударили все улики, все записи. И сделали вид, будто бы это кто-то сделал за вас. Идеальный ход. В итоге вашего голосования. И где процент будет больше на ангеле или на демоне, тем вы и станете. Зашибись. Что вы сказали, Ная? Вы чем-то недовольны? Ничего. Просто я не хочу быть ни ангелом, ни демоном. Я хочу быть никем. Мне жаль, Ная. Но вы такая милашка. Что? Я не хочу становиться ангелом. Пожалуйста, не голосуйте за него. Ой, Найка, моя аппетитная девтелька. Зачем тебе это? Затем. Если у меня будет 50 на 50, тогда я сама смогу выбирать, кем стать. Хорошо. Вообще. Дерек, девочки, она больная. Она хочет стать никем. Если честно, я тоже этого не понимаю. Ох, деточка, поможешь бабушке донести пакет тяжелый до дома? Нет. Что? Как неприлично такая хорошая молодая девочка должна стать ангелом, а ведешь себя как демоница. Проголосуете за демона? Конечно. Держи. Что? Сестренка, смотри, я твой компьютер сломала. Я тебе сейчас мозги на задницу натяну. Проголосуешь за демона? Обязательно. Что, да вы издеваетесь? На, я все понимаю, подростковый возраст, но ты должна одуматься. Быть ангелом в наше время престижно. Они занимают высокий пост, правят миром. А кем управляют демоны? Они тоже правят, но подземным, темным миром, умершими душами. Я никем не хочу править, я хочу быть свободной. Дети, я напоминаю, что у вас осталось два дня, чтобы набрать нужное количество голосов. Профессор, а что будет, если проголосуют 50 на 50? Мы не знаем, за всю историю такого не было никогда. Наверное, тогда король ада или король рая будут решать, куда вы пойдете. Что ты задумала, Ная? Я просто все буду отрицать, не буду ни ангелом и ни демоном. Не очень какая-то затея, если честно. Я уверена, что у меня все сработает, не думаю, что они со мной будут спорить. Ой, извините, точнее нет, не извиняйте. Это я мелочь? А ты кто такой, Крентель? Самый умный? Я так волнуюсь, я набрала почти 85% ангела и стану им. А я 90% демона. А я набрала 100% ангела. На Пейтона что, упал шкаф? Ага, не дожил до определения. Итак, дорогие дети, сегодня важный день. Наконец-то мы определим, кто из вас и куда пойдет дальше. Ура! Наконец-то! Но среди вас есть те, у кого 50 на 50, и их судьбу будут решать два короля, тьмы и света. Ная, вы первая, выйдите вперед, и сейчас, когда два короля придут, они определят вашу судьбу. Я не хочу ни к ангелам и ни к демонам, я хочу быть свободной. Это немыслимо! Да это невозможно! Я прочитала правила в книге ангелов, и там сказано, что если человек набирает 50 на 50, он вправе выбирать, и я выбираю, что я хочу быть свободной. Мы поняли, но короли все же пришли на определение и должны вас увидеть. Пусть смотрят. Приветствуем королей! Приветствуем королей! Приветствуем королей! Неужели это король демонов? Ооо, какие же они красивые! Это, случайно, не тот, на который ты вчера наезжала? Чего? Нет! Нет, 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 нет! Вы уверены, что хотите загрузить все ваши воспоминания? Да, я уверена, я хочу знать, что со мной произошло в детстве и почему у меня нет ни одного воспоминания. Идет загрузка воспоминаний, ошибка отменено. Люцифер? Ээээ, Люцифер, прости, пожалуйста, мы просто мимо проходили. Бежим, Ная! Мам, я дома! Проходи ужин, Ная, мы сегодня с тобой вдвоем. А где сестренка? Она что, задержалась в школе? Я ее там не видела. Ная? Да нет, я ей купила путевку в Италию. Она сейчас отдыхает там с друзьями. Что? А как же я? А зачем тебе это, Ная? Ты ведь все равно ничего не запомнишь. А у твоей сестры много воспоминаний. Я поняла, мам. Сейчас спущусь на ужин. Срочные новости. Расследование о пропаже маленькой принцессы до сих пор продолжается. Безутешные родители ищут свою дочь. Ная, зачем ты это смотришь? Это же бред. А ну, выключи. Пропавшая принцесса. Что? Пропавшая добыть не может. А нет, я ей купила путевку в Италию. Она сейчас отдыхает там с друзьями. Что? А как же... А зачем тебе это, Ная? Ты ведь все равно ничего не запомнишь. А у твоей сестры много воспоминаний. Я поняла, мам. Сейчас спущусь на ужин. Срочные новости. Расследование о пропаже маленькой принцессы до сих пор продолжается. Безутешные родители ищут свою дочь. Ная, зачем ты это смотришь? Это же бред. А ну, выключи и иди спать. Кэти, я подумала, а если я та самая пропавшая принцесса? Что пропавшая добыть не может? Ты на нее совсем не похожа. Ну, вдруг меня похитили в детстве и забрали все мои воспоминания. Ная, ты уже начинаешь придумывать. Почему? Много людей живут, у которых вообще нет воспоминаний. И ничего, живые. Сам смотри, куда прешься. А тебе что? Тут больше всех надо. Ты мог дать мне тот датчик для воспоминаний. За тем, что я хочу все помнить. Хотя бы что-то. Ты говорила с Люцифером? Да, я думала, он мне даст тот датчик для воспоминаний. Ага, с него станется. Он никогда не сделает того, чего сам не хочет. Ты же его знаешь. Знаю. Девочки к нам пришли с проверкой из дворца самого короля. Что? Зачем? Да затем. Хотят взять анализ ДНК каждой девочки. Вдруг среди нас есть дочь короля и королевы. Итак, ребята, эта проверка обязательна. Сейчас каждый по очереди зайдет в кабинет и сдаст свою кровь. О, Найка, и ты пришла? Думаешь, что отсутствие воспоминаний делает тебя дочерью королей? Оставь ее, Сандра. Подожди, Кэти, я сама разберусь. Сандра, но ведь ты тоже здесь. Наверное, оказаться дочерью королей намного лучше, чем дочерью родителей, которые тебя не любят. Что ты сказала? Дети, проходите, чего встали? Так, сейчас я возьму твою кровь и сразу поделим результат. Не думаю, что кто-то из нас окажется потомком королей. Ну, это не нам решать. Мы делаем то, что нам сказали. Отлично, зажимай и зови следующего. Ну как, Найка, как результат? Кэти, мне так страшно. Вдруг всю жизнь я жила во лжи. Все будет хорошо. Давай нажмем кнопку вместе. Я на свою не нажимала, тебя ждала. Результат анализов загружен. Ну вот, я так и думала. Чего тебе? Вот и иди дальше мимо. Чего встал-то? Постой. Люцифер, подожди, ты уронил свой датчик. Ушел. Ну ладно. Ого, Люцифер дал тебе датчик? Хорошо, сейчас мы все и узнаем. Загрузка воспоминаний. Пердоли, ты не должна жирниться. Ой, привет, а ты еще кто такой? Я Люцифер, а ты? А я Найя, а что ты здесь делаешь? Играю, не видишь, что ли? А можно нам с Пердоли поиграть с тобой? Ну, играй, только у меня есть одно правило. Какое? Я секретный агент. И чтобы играть со мной, ты должна отдавать мне все свои воспоминания. Ну ладно, хорошо, забирай. Люцифер. Мне снова нужно отдать тебе все воспоминания. Хорошо, как жаль, что завтра я снова ничего не вспомню. Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok